Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 мая, впереди еще один теплый день с температурой от 28 до 31. Выставлено так, и завтра еще сильнее будет тепло. Череда жарких дней, один за другим. Меня просили зрители не жаловаться на жару. Ладно, ничего не буду говорить. Жарко, хорошо. Не рассада, а томаты растут. Сейчас пройдемся по огороду. Вот смотрите, хочу вам показать. Вот здесь такой явный-явный пример, как зависит от сроков высадки, раньше высадишь или нет. Вот эта рассада и эта сторона, и эта сторона, это один срок посева. Просто здесь я высадила пораньше, а тут у меня стояли лотки с рассадой, и приготовленная рассада к высадке стояла в стаканчиках. Вон, видите, еще один остался, но это остался лишний, и он уже, я за ним не слежу. Ну, он, наверное, ну, короче, не пригодится мне уже. И дело в том, что один и тот же срок посева, дата посева, сравните, какие вот растеницы. Ну, они все крепкие, зеленые, все. Но они намного уступают тем, которые были высажены в ранние сроки. Вот сейчас почти каждый день у меня начинается с подвязки, с посынкования тех томатов, которые высажены раньше. Я вчера вот их полила. Ну и, конечно, поливы. Я вчера их полила. Видите, как они разрослись? Они уже такие разваливаются, кусты. Вот сейчас наберу веревок, пойду их подвязывать, и следующее, более высокое посынкование делать. Ну, тут такая разница прям бросается в глаза. Или вот эти, или вот эти. Значит, когда мы рискуем и высаживаем раньше, мы все-таки как приобретаем какой-то плюс вот для растений. Во-первых, они чем раньше высажены, тем раньше дадут нам урожай. А стояние вот это долгое в стаканчиках тормозит их сильно. Ну и вот, конечно, вчера опять с шлангом полдня пробегала. Те, которые высажены, вот эти самые последние грядочки на томатном поле, пришлось их вчера сильно-сильно поливать, потому что погода, очень-очень высокая температура. Я уже вчера вот свои чудо-кошки предлагала. Я говорю, ты бы маленькую леечку брала, и вперед по огороду все равно шаришься за мной целыми днями. Просили показать собаку во время обзора, но собаку показать не могу, она в такую жару не вылазит. Могу показать только домик, и вон там торчит голова из конуры. Не хочет в такую жару работать даже собака. Вот за неделю, пока занималась высадкой в открытый грунт в томатном поле, вот эта теплица, которая вторая, которая без подогрева, без высоких грядок, она вся разрослась, превращается в джунгли. Вот сегодня мне нужно уделить ей много-много времени, чтобы лишнее все вырезать, подвязать, подстричь все, чтобы она была опрятной. Каждый день какие-нибудь дела. Одну постригешь теплицу, другая заросла. Вот и бочка встала на место. Люблю, когда у мужа выходной. Он вчера поставил бочку, от нее вот эту вот, как белую трубу, как она полистироловая или какая, сделал вывод мне, чтобы я, потому что она меня спросила, а как ты будешь наливать туда залазить? Я говорю, я не знаю. Он сделает вывод вот этой трубы, чтобы я даже сюда не заходила, в технический проход, чтобы там в начале теплицы просто шланг, краник открывала, и она вот по этой белой трубе пойдет, 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 пойдет туда. И в бочку. Он вчера налил ее полную. Так что бочка к испытаниям готова. Надо сегодня проложить капельные вот эти ленты. И можно делать первый полив облегченный. До этого я же со шлангом поливала, ничего, установок не было еще. Сегодня, наверное, будем поливать вот с этого куба. Как меня зрители просветили, что это не бочка, надо называть, а куб. И пишут, что и в других городах подобные емкости тоже очень дорого стоят. Оказывается, они вообще, у них цена высокая. Не только. Ну вот и вчера же муж сделал, вот это установил, систему тросовой, как там она называется, систему тросовой подвязки, которая была вложена в эту теплицу в комплекте. Протянул мне четыре тросика. И вот теперь, ой, буду развешивать туда веревочки и подвязывать свои томаты. посмотрим, как это будет выглядеть. Вчера, когда был штормовой, вот такой ветер, прям порывы, я у мужа спросила, а как лучше, чтобы ее не унесло, закрыть двери на замок, чтобы она туда не попадала, порыв ветра, или лучше открыть, чтобы он свободно проходил сквозь нее, и чтобы ее не унесло. Он засмеялся, он говорит, да не унесет ее, хоть ты открывай дверь, хоть ты закрывай. И он так меня заверил в этом, что я успокоилась. Но ее, правда, не унесло, нигде ничего, ничто не повредилось. Будет дальше испытываться это чудо-теплица. Проходя каждый день мимо вот этих томатов, на завалинке, которые я высадила в самые-самые ранние сроки, помните, было, когда 3 градуса ночи, я сказала, что не буду их закрывать, так вот они чувствуют себя лучше всех. Смотрите, как они цветут, как они сильно обрастают вот этой вот листвой. Несмотря на то, что нам жарко, как я говорила, что у нас рожи красные, и все, им прекрасно, потому что они уже в то время абдактировались, корневая система у них, вероятно, развелась очень хорошо, и они выглядят намного лучше, чем те, которые, видите, высажены в более поздние сроки, вот в такую, в аномальную жару. И, кстати, вот про красную рожу тут прочитала комментарий Жени Головиновой, что я же жалуюсь, что уходим с красными рожами, она пишет, тоже хочу шариться по огороду с красной рожей, босиком, с красными ногами, и вот про эту погоду, про аномальную, да, мы все думаем, что в этом году случилось, но почему так случилось, почему в южных регионах холодно, у нас жарко, и вот этот видеообзор я хочу закончить словами, вот тоже прочитала комментарий Натальи Орловой, И в завершении сегодняшнего обзора хочу прочитать комментарий Натальи Орловой, которую вот только что утром сегодня прочла, она пишет, раньше, Ольга Павловна, у вас были в основном сибирские холодостойкие сорта томатов, теперь у вас появилось большое количество экзотических сортов, вот климату и пришлось поменяться с сибирского на южный, и Валентина Клименко подтверждает, да, точно, а мы на юге покупаем сибирские сорта, и у нас холодина, так может в этом и есть разгадка, вот нашей такой аномальной жары, просто кому-то очень жалко стало моих иностранцев, которых очень-очень много в этом году, они решили им создать соответствующий климат, а люди, которые купили сибирские сорта, ну, природа над сибиряками нашими сжалилась, и дала им немножко прохлады, чтобы быть, и чтобы они были в привычной для них атмосфере, это, конечно, все шутки, шутками, но никто не может понять, что в этом году случилось, почему все перевернулось с ног на голову, нам-то, конечно, повезло, нам хоть и жарко, но мы все равно радуемся, представьте, я уже высадила, у меня спрашивают, сколько вы высадили, хочу сегодня посчитать, но еще не считала, ну, полторы тысячи точно высадила, представьте, вот на полторы тысячи томатов, если сейчас пошел бы снег или мороз, или что-то, это было бы, конечно, ужас, у меня и на замену, то, наверное, столько уже нет, но факт остается фактом, климат в этом году резко перевернулся, мы и охаем, но радуемся, кто-то там от холода еще трясется, желаю всем, пусть она не очень легкая для работы, такая погода, но для растений, конечно, все равно лучше вот такая жара, чем холод, как люди пишут, минусы снег, желаю всем теплой погоды, жаркой погоды, а вообще лучше так, желаю всем такой погоды, как они хотят, я вот хочу такую, но чуть-чуть послабее, вот, ну, сегодня 31 градус, для старой пожилой женщины, для больников это очень тяжело, а вообще, когда сегодня опять утром прочитала комментарий, такой, как жалеющий меня, пишут, ну, зачем же, зачем вам так много, зачем вы так работаете, дело в том, что, знаете, это же началось все постепенно, и с годами я заметила, чем больше я высаживаю питомцев, тем больше мне приходится проявлять активности, тем меньше я залеживаюсь на кровати, вообще не залеживаюсь, можно сказать, и тем лучше я себя чувствую, мне же еще 10 лет назад, когда я прекратила официальную деятельность, невролог сказал, когда хотели мне там железный штырь в спину вставлять, чтобы хотя бы как-то я ходила дальше, чтобы могла себя обслуживать, я была уже полулежачая, а он мне сказал, что вам ничего не поможет, кроме физической активности, кроме гимнастики, и наклоны, и скручивания, и растяжка, ну, короче, я вот, работая с растениями, весь этот комплекс физических упражнений проделываю ежедневно, и я с каждым годом становлюсь активнее, здоровее, я уже забыла, что когда-то я лежала 10 лет назад, я даже в туалет не могла сходить, ждала, когда муж с работы придет и под руки меня туда стаскает, ну, вот и ответ на вопрос, зачем их так много, да, чтобы они не дали мне залежаться, чтобы не дали мне, ну, слово умереть, это, конечно, очень громко, чтобы умереть, чтобы, короче, движение это жизнь, эти растения продляют мне жизнь, жизнь активную, жизнь веселую, полную удовлетворение, я довольна и ими, и собой, и состоянием вот на данный момент, лучшего не пожелаешь, и вам всего того же желаю, все знают, как только начинаешь работать на земле, чувствуешь себя намного лучше, это ответ на вопрос, зачем вам столько много, чтобы жить, как иначе, Продолжение следует...